Всем привет из Чехии, с вами Василиса. Сегодня у нас достаточно прохладно и мы сегодня поедем на экскурсию в Лакет. Вернее, мы здесь уже находимся, поэтому приглашаю вас с собой на эту экскурсию. Замечательный музей, замечательное место. В принципе, как и все чешские замочки, чешские места, здесь безумно такой колорит Средневековья прослеживается. Даже не могу вам это объяснить, насколько ощущения такие, прям как будто ты по-настоящему находишься в Средневековом замке и сейчас из-за угла выскочит какой-нибудь рыцарь или пройдет бракосочетание, или ты посетишь настоящую тюрьму. Вот примерно такие ощущения. Ну, давайте на экскурсию. Вот мы приехали в этот Лакет, в этот замочек. Безумно красиво. Я в каждом видео говорю, что красиво-красиво-красиво, но Лакет... У меня есть видео, кстати, где мы облетаем этот Лакет. Посмотрите обязательно. Полетаем, называется, над Карловарами. И вот Лакет этот есть. Он находится прямо вот как на островке в речке. Красиво эта речка обмывает этот замочек. Он очень-очень красивый. Слов нет. И сюда, конечно, надо ехать. Ехать на машине. Можно арендовать машину. И вот по такому мосту мы сейчас туда проедемся. Чехи очень юморные. И они юморят, но буквально над каждым, я не знаю, над такими вещами, вот как стоит скелет, да. И это смешно и весело. Это уже вот под замочком мы пришли. Вот он замок. И для них это очень смешно. И вот такие вот всякие темы для них тоже нормальные. Стоимость на двоих взрослых 220 крон. И 20 крон это заплатить за камеру. И дают перевод на русском языке. Будем читать. Вот он вход. Здесь, конечно, все сделано старинно, но уже восстановлено. И, конечно же, стоят всякие камушки старенькие. И, ну, вот это, я думаю, тоже все восстановлено. Название самого замка Лакет и города называется от того, что здесь вокруг проходит река, изогнутая в форме руки. Вот такое, в общем, название интересное. Мы зашли в камеру пыток. И вот здесь, конечно же, вот, кстати, написано по-русски. По-русски шипцы для щипания и вырывания кожи. Нож для отрезания языка. Нож для вырезания полосок из кожи. Иглы всевозможные. Ой, вот эти вот пытки, кстати, были с водой связаны. А вот эта маска охранять инкогнито осужденного. Вот, для чего она была. Для того, чтобы никто не знал, что это такое. По вешении. Вот, за доказанное воровство обвиняемого грозила виселица. Да, вот так его вешали. А в эту дверь нам дали заглянуть, как выглядели вот такие тюрьмы некие. И здесь, кстати, вот орут, кричат. Ой, даже самой сейчас, ну, так страшновато. Здесь у нас тоже палаты какие-то. И вот сейчас я иду. И здесь у нас, видите, всякие... Ой, еще и двигается. Боже мой. Слава Бог, ребенок не пошел сюда. Это суд происходил. Ну, не суд, видимо, человека. Здесь иду, иду, иду. Как бы судили. И вот его здесь так расчленяли. Это, насколько я понимаю, его раздвигали, насколько я понимаю. Растягивание на дыбе. Ну, и, в общем, здесь, конечно... Посмотрите все мое видео. Мы в Вене, по-моему, снимали. Ой, ой, как страшно. Мамочки. Ой, в Вене в Австрии мы снимали. Здесь вот кости, останки. Это реальные камеры. Боже мой. Боже мой. Это что здесь делаем? Сейчас мы с вами прочитаем. Кололи, видимо, да? Вот там у меня есть сжигание клеймень. Я читать это все не буду. Я, если честно, очень такой человек, все переживающий на себе. Вот. И это что у нас? Заковывание в колодке. Понятно. Это уже трубачок здесь, вернее, скелетик лежит. Вот так выглядела средневековая тюрьма. Колодки считались мягким наказанием. Предзначались для мелких варишек, сплетников. Нарушители не привязывали к позорному столбу, а только лишали возможности передвигаться. И есть, как всегда, во всех замках такие вот мероприятия, как потереть за нос или за грудь. Вот. И надо кинуть монетку здесь. Этот потереть за кончик усов Готштейна. И исполнится ваше желание. Солнышко вышло. В общем, красота. А, кстати, вот древний колодец. Глубокий. А, вот монетки, кстати. А это музей исторического фарфора. Очень красиво, кстати. В 1932 год. Как только зашла, сразу увидела девушку в славянском национальном костюме. Представляете? Туалетный набор. Горнислаков. Около 1920 года. Очень красиво. А здесь вот всякие стаканчики. Кружечки 1849 наборы. По-немецки, кстати, по-русски написано. Очень приятно. Это огромнейшая ваза. Просто огромная. 1945 год. Не серьезно. Нет. А вот незатейливая реклама Мозера. В этом лакете сделали. Современный наш чешский Мозер. У меня тоже есть на канале. Я надеюсь, скидки все поставлю вниз. Есть об этом озере. Я снимала там. А вот я еще здесь нашла книжку про поводу людей. Поповы, Пономаренко здесь были. Из России. Город Ленинск. Кузнецкий. Вот. Великие привитания из Львова. Да, здесь немцы есть. Здесь просто люди пишут. Здесь был я. Как видите, особенно уникальные люди. Волшебный замок. Словаты пишут. Бельгия, Бельгийцы. From Russia. Везлов. Везлов. Лав. Правильно. Кто есть еще? Нижний Новгород есть. Большое спасибо коллективу замка Лакет. Газпром. Смотрите, Газпром. Трансгаз. Ничего себе. Все понравилось. Дима, Жанна, Ростов. Вот видите, здесь можно узнать все, кто здесь был. Мне очень понравилось. Детки пишут. Спасибо. Привет из Литвы. Здесь второй зал получается уже с огромными вазами. Просто огромнейшими. Здесь уже не написано какой-то год. Но они просто нереальной красоты. Красивейший фарфор. Да. А здесь были заседания. Зал заседаний. Вот как это выглядело с деревянными окнами. Это здесь ставили какие-то печати. Видно. Ярик, вынес-то. Сюда, 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 сюда. Да, здесь все это описано. Какие-то документы интересные. Дева Мария Оскорбящая. Позолоченная полихромированная разноцветная скульптура. Выполнена здесь вот и фрески здесь. Из липового корня с выполненной сердцевиной. Она относится к 1540-м, 50-м годам. Спасибо. Вот так отреставрирована она. Иисус Христос. Скульптура Иисуса выполнена, вероятнее всего, в 1520-м, 1530-м годах. Из липового дерева. Он начально находился в храме Святого Аслова, в замке Лакет. Из которого, наверное, было вынесено в период перестройки храма в стиле барокко. Это остались какие-то остатки. Да, это, видимо, крыша. Вот так она выглядит по-настоящему. Видишь? Это я ребенку рассказываю. А уже было достроено здесь все. Крыши упали. Крыши упали. Вот так. А волосы сами упали. Да, ну давайте почитаем, что здесь у нас написано. На стене на живописи большого зала здания Гетманса уездного управления. Относится вероятно к периоду перестройки объекта при Вацлаве. Здесь картины и ружья. Это следующий зал уже. Настоящий ружья того века. Идем, идем. Шкура, она уже, видимо, современная. Без меня не ходи туда. А смотри, пушка. Смотри. Иди сюда. Ребенку надоело здесь ходить. Подходить без конец. Вот она, пушка. Какая-то маленькая. Рыцарь. Только осторожно. Осторожно поднимайся. Вот он, рыцарь. С доспехами. Настоящий рыцарь. Рыцарь. Это железные доспехи. Доспехи для всадников периода эпохи Возрождения. Украшенные афортами. Вот так. Видите, какие интересные. Есть по-чешски шибки, называется. Когда кидают дротики. Это что-то тоже наподобие, по-моему. Да. Стреляли. Или копии кидали, наверное. А это выход из этих всех залов интересный. Мы с вами пойдем на старые стены. Конечно, они... Там крестик далеке виднеется. Виднеется что-то с чем-то. Ну и еще зашла я в тюрьму. Как-то все выглядело. Раньше была здесь тюрьма. Смотри. Да, вот здесь такие вот комнатушечки. И вот сидит дядька. Ай-яй-яй. Какой-то сумасшедший. Кто это? Страхакал. Лохматый мужичок, держащий в одной руке книгу, а в другой расческу. Он ходит по замку и ищет непричесанных посетителей. Посмотрите на меня. Ветер просто нереальный там на улице. Поэтому этот дядька, видимо, за мной пришел. Чтобы вам было понятно, что здесь за ветер. Вот такой сегодня нереальный просто ветер. И мы все такие в голову на голове. Смотрите, что творится. В общем, очень классное место. Всем советую. Как всегда, в принципе, плохие места мы редко когда ходим. Вообще Чехия классная тем, что здесь огромное количество замков. И смотрите. Конечно же, это все осталось еще вот абсолютно с тех времен. Мы нашли какой-то магазинчик антикварный. Какие-то вещи. И вот здесь очень много всяких-всяких-всяких-всяких-всяких всячностей. И вот очень хотела бы мне такую катку найти для дома. По-моему, очень прикольная. Интересная такая. И вот он замочек. Лакет. Чехи, как и немцы, стали любить вот такие вот на улочках. Вот такие. Вот вообще стало паразит. Это отвратительная привычка на улицу вешать вентиляторы всевозможные. Вот еще один вентилятор. Очень мило. Они ржавеют, и это создает некую свою изысканность. А, кстати, вот у меня еще бабушки на занавеске. Чехи любят, и особенно очень сильно немцы любят. Они продаются во всех магазинах. Ну, как мне заснять такую красоту? Скажите мне, пожалуйста, настоящее весеннее настроение. Везде пиво Пилзнер. Отели, здесь много ресторанчиков, вас зазывают. Пенсионы. Урико, пенсион, пенсион на пенсионе. Пенсионам погоняют. Магазинчики, ну, зимой и весной. И здесь, конечно. А вот, кстати, и я. Сегодня не удалось мне себя заснять. Сильно много. Вот я. Привет, привет. Это улица, на которой вы припаркуетесь. Либо это автобус у вас будет, микроавтобус, либо это будет обычная частная машина. Пиво Пилзнер стоит 2 часа 30 крон. Ну, либо меньше, если вы хотите, пожалуйста. Вот ночной столб. Он, в принципе, во всех городах старинных всегда. Коварные, отели, рестораны. Мы посетили, решили посетить этот ресторанчик. Пиво в Варне здесь есть. Он достаточно знаменит. Кстати, вот хочу вам показать, здесь герб России висит. Здесь каждое воскресенье действительно варят пиво. Пиво очень вкусное. И сам ресторан, он построен в таком а-ля старинном замке. Да, ну не замке, наверное, все-таки в каком-то... Кстати, вот русские и чехи сидят. Здесь барная стойка очень прикольная. Вот. И еда достаточно вкусная. Здесь и мясо есть. И действительно так прикольненько. Я вам сейчас покажу отдельно стол, что мы заказали. И в итоге скажу, сколько это стоит. Ну, в общем, по нашей традиции, как всегда, показываю. Смотрите, как интересно. Не знаю, имеет ли историческую ценность это здание. Или оно вот просто вот в таком состоянии. Это же герб России, правильно? Кстати, смотрите. А, по воскресенью... Ого! Ё-моё! Ого-го-го-го-го-го! Ну, здесь кружки и какой-то вот... Мы взяли жареный сыр, картошку нам дали. И еще такую капусточку. Это поросенок, да, и картошка мята. Вот это поросенок, они, кстати, вторник и четверг, да, он сказал, по-моему, они делаются-то. Поросенка, ну, соки, кофе, черное пиво. Они сами варят по воскресенью. Чай и супчик из брокколи сегодня. Такой дневной меню называется. Это семейная пивоварня Святого Флориана. Я бы сказала, что здесь, кстати, еще есть отель. Если меня будет видно и слышно. Здесь хорошее место, очень интересно. И посмотрите на меня. Посмотрите, волосы дымом, все дымом. Дымом, ветер сегодня просто вот такой. Семейная пивоварня. Очень хорошая, но достаточно дороговато. Здесь 530 крон мы заплатили за вот этот вот наш обед-ужин, непонятно что. Достаточно это дорого. И здесь еще, кстати, одна бутылка пива маленького стоит 90 крон, по-моему. Это очень реально дорого для Чехии, где бутылка пива, грубо говоря, стоит 15-16 крон. Но, тем не менее, такое экзотическое место. В таких местах всегда будет дорого. То есть, ну, вы всегда будете знать. Но достаточно вкусненькое и интересное место. Место. Если вам нравится мое видео, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, конечно, на канал. У нас ждет много всего интересного. С вами была Василиса. Всем пока!